Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной обзор Маховых удилищ. У меня на обзоре от фирмы Волжанка серия Волжанка про спорт Геркулес. Ну, начнем сразу же, что называется, без лишних слов. Значит, единственный момент, у меня сейчас на обзоре только длины 6, 7 и 8 метров. Вообще, идут длины 4, 5 еще существует, но, к сожалению, склад сейчас пустой. Люди спрашивают новую информацию об этих Маховых удилищах. Поэтому, скажем так, дам хотя бы на 6, 7, 8. Кого это интересует? И, в принципе, это самое востребованное удилище на рынке российском среди рыболовов. Ну, а дальше досниму уже от четверка в пятерку. Покажу, как они приедут. А вот когда они приедут, большой вопрос. Поэтому, в общем-то, я не стал откладывать все это в долгий ящик свой. Фильм о них, да. И решил снять сейчас только то, что есть в трех длинах. Итак, Волжанка про спорт Геркулес. Маховое удилище. Насчитывает в себе 5 моделей. В длинах 4, 5, 6, 7, 8 метров. Выполнен из высокомодульного карбона. Графита, кому как удобно. То есть, удилище универсальное. И оно может применяться как в спортивной рыбалке, так и в любительской. Может спокойно справиться даже с небольшим карпом рыбхозным. Никаких проблем не выявлено. Это не должно доставить при, в общем-то, должном умении рыболова. Значит, комплектуется спортивным привитым хвостом. Вот такой солидный хлыст. Прививочка качественная. То есть, ничего здесь не разваливается. Обычно все замечательно. 0,8 коннектор, кого интересует. Отдельно эти хлысты есть у нас. Как, в общем-то, и запчасти для маховых удилищ. Здесь же не примену повториться еще раз. И еще раз сказать надо впервые, кто я не слышал до этого. Что для наших покупателей запасные части на удилище в период акции по программе лояльности абсолютно бесплатны. Поэтому имейте это в виду. Плюс мы даем от магазина бессрочную гарантию на заводской брак. Ну, поехали дальше. Значит, по дизайну. Ну, здесь индивидуальные особенности. Лично мне дизайн нравится. Ничего такого плохого сказать не могу про него. Пробка. Обычный неопрен, с моей точки зрения, тоже самый идеальный вариант для маховых удилищ. Не тонет, если упадет в воду. Легко достать, найти как угодно. Да, и плюс колена не бьются. Она не залипает, как резиновые пробки на жаре, когда вы утром пришли на рыбалку. А солнце вышло, днем уходите. То тяжело будет снять, одеть там, да, и так далее. Потом, когда, ну, домой приходите, она уже, как бы, мощно сидит и невозможно оттуда вытащить. Дальше торцевая пробка. Внутренняя, пластиковая, с мягкой вставкой, с дырочкой для слива воды. Ну, соответственно, для того, чтобы не бились колена. Крайне важный момент, что колено, каждое колено усилено в своем стыке. Ну, и, наверное, давайте измерим тогда диаметры и транспортную. Ну, транспортная длина, я смотрю, одинаковая у всех. 148. Диаметр комля шестерки, меряю в месте хвата, 25 миллиметров, семерка 27 миллиметров и восьмерка ровно 30 миллиметров. И теперь взвешиваем. Давайте восьмерка, значит. 381 грамм, семерка 303, шестерка 233. Повторюсь, удилище универсальное абсолютно. То есть, действительно, подходит любителям, которые не знают, какая рыба им попадется. И, в принципе, при должном умении даже карпа люди на нее выводят на полтора-два килограмма без всяких проблем. Но, тем не менее, все-таки она не позиционируется как именно карповое удилище. Для этого есть та же волжанка Шторм, например. Посмотрите видео на моем канале. Там есть обзоры и Штормбола, и Штормтеле маховые. Ну, вот, тем не менее, это такой вот универсал, да, полуспортивный универсал, можно сказать. Ну, давайте тогда раскладываем и смотрим строй. Разложили удилище. Начинаем с 6 метров. Давайте сразу, кого интересует, скажу фактическую длину этих удилищ. Соответственно, шестерка у нас будет 585 сантиметров, семерка 692 и восьмерка 775. То есть, это реальная длина махов. Ну, как известно, 99% на рынке удилищ, они не соответствуют заявленным. Но, если Black Hole минус полметра сразу делает, не стыдясь никого, да, то здесь, скажем так, 20, 15, 10 сантиметров, это считается нормой. Ну, вот, смотрите, в руках у меня шестерочка. Очень приятная палка в руках. Нагружаем. Приятно очень работает. Баланс очень хороший. Вот Константин Михайлович нам помогает нагружать. Смотрите параболу. Ну, да, силовая палочка такая. Ну, относительно, скажем так, силовая, да. Ну, действительно, универсал. Такой силовой универсал, что ли, можно так это сказать. Строй быстрый. Ну, я бы сказал, наверное, сейчас я вам, наверное, поточнее. Ну, скажем так, ну, не средне-быстрый. Я бы так его назвал все-таки, средне-быстрый. По балансу приятно. Очень в руке лежит хорошо. Значит, также подходит удилище, кстати говоря, вот по этому строю. Она прекрасно будет держать придержку на течении. Поэтому, кто ловит на течении, совершенно спокойно ее берите. Ну, и, соответственно, конечно, стоячая вода тоже. По поводу, кстати, бросить, не бросить, какой вес. То есть, вот шестерочка где-то грамм уже бросает, да, от грамма. Ну, и дальше, соответственно, до какого веса, там, ну, вот я и ловил 8 грамм держал, да, по половочке. То есть, она держит. Значит, в руках семерка. Смотрим. Вот чуть-чуть она уже начинает немножко клевать носом вперед. Видите, вот такая вот немного шланг, шланговость такая легенькая наверху есть. Но, скажем так, это не могу сказать, что это прям как-то критично. Видите, она останавливается достаточно быстро. И при этом, если вы будете ловить на течении, да, она будет тоже держать течение. То есть, я имею в виду жесткую придержку, если вы будете остановку, да, поплавка делать на придержке жесткой, она будет справляться. То есть, не будет заваливать, как говорят, морду. Да, ну, конечно, хотелось бы чуть-чуть побыстрее. Да, но, тем не менее, видите, вот середина жесткая, ближе к комнате тоже все жесткое. Вот, а именно верхняя часть, она немножко такая чуть-чуть сопливит. Ну, давайте Константина Михайловича попросим нагрузить. Да, смотрите, я вот, насколько это можно увидеть. Да, точность такой же строй, такая же парабола. Рабочие первое, второе, третье колено. Дальше уже ведет усилие. Ну, вот я достаточно так сильно тяну верх. Вот, построю. Я бы уже не сказал, что это даже и быстро что-то, да. То есть, верх у нее, ну, вы сами видите, да, какой. Так, ну и последнее, это восьмерка. То есть, вот восьмерка, кстати говоря, я беру сейчас в руки. Она мне уже очень нравится, даже больше, чем 7. Вот абсолютно вам говорю точно. То есть, и в руках она у меня, да, потяжелее она лежит у меня в руках. Но, как бы, мне лично она приятнее почему-то. То есть, да, вот камелетчик уже чувствуется, что достаточно толстенький по диаметру, да, я имею в виду. Но здесь, как бы, производитель сделал так, чтобы был строй, скажем так, удобоваримый строй за счет увеличения диаметра колен. Поэтому есть, конечно, топ-матч удилища, да, волжанка. Там уже все будет тоненько и быстро, но и цена выше. Ну, вот геркулес все-таки это силовые достаточно палочки. Ну, вот смотрите, видите, как носиком тоже все-таки немножко клюет. Но он не так, носик не так работает, мордочка не так работает, как именно у семерки. То есть, на придержке она уже будет замечательно работать, я вижу. Вот, хлыстик позволяет использовать тонкие поводки, небольшие крючки. Там 0,1 совершенно спокойно даже на такое удилище. Хотя оно достаточно мощное такое вот по ощущениям в руках. Ну, давайте нагружаем. Ну, вот смотрите, я вам даже руку сейчас свою покажу. Вот, нагружаем. Достаточно силово, скажем так. Вон, Константин Михайлович, имитирует рывки. Видите, ну, она отрабатывает, да, достаточно неплохо отрабатывает. Да, но все-таки чуть-чуть все-таки тяжеловато. Но я немножко, наверное, не привык к таким. То есть, все-таки, ну, опять же, универсальность. То есть, здесь универсальность прежде всего, наличие запчастей, не очень высокая цена. Вот, ну и в принципе, да, я бы сказал, приемлемо, скажем так, приемлемо. Ну, вы сами все видели. Я думаю, что имеет место эта серия к рассмотрению, конечно, однозначно. Ну, вот, друзья, посмотрели, разложили, потрясли. Строй, я думаю, понятен. Действительно, очень хорошие, надежные, прочные универсалы. Да, не самого легкого, конечно, веса. Что есть, то есть. Да, не самые тонкие, наверное, в комле. Да, ну, скажем так, вот, при этом они берут своей надежностью. Строй действительно очень приятный баланс, совсем неплохой абсолютно. Конечно, для девятки, если бы здесь была девятка, она была бы уже тяжеловата слишком. Но, тем не менее, вот 4, 5, 6, 7, 8, это абсолютно удобоваримые длины для универсалов, на которые можно всегда приобрести запчасти, либо получить их бесплатно, если вы вдруг случайно их сломаете, как-то наступили, еще что-то, то обращайтесь в наш магазин. Мы вам предоставим запасное колено до 2, что в год в рамках акции, да, по программе лояльности. Соответственно, условия получения запасных частей 2, 2 условия, точнее. Это подписка на социальные сети ВКонтакте, Телеграм и Ютьюб, это основные. И дальше у кого есть Инстаграм, Фейсбук и Рутьюб. Ну и, соответственно, конечно, покупка этого удилища у нас. Такие акции проводятся регулярно. То есть, Мейджор Крафт, Спиннинги, Зетрикс, кто знает, кто спиннингист, уже Дайва, уже все люди, уже получили запасные части не по одному разу. Блэк Холл, Фидера, Махи, Баллонки, все что угодно. Мы акции уже, скажем так, давно проводим и надеемся. Понятно, что мы предполагаем, Бог располагает. Но надеемся, что и дальнейшие будут акции не прекращаться. Поэтому покупайте, заказывайте в Мультифиш, вы будете обеспечены запасными частями. Плюс, что крайне важно, это бессрочная гарантия на заводской брак от нашего магазина лично. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok